Здравствуйте, меня зовут Антон Козлов, я представляю проект под названием Java Plus Risk P5. Сердцем любого компьютера является центральный процессор. Это тот модуль, который исполняет ваш алгоритм, программа. Для того, чтобы это было возможно, программа представляется в очень простом виде, в виде последовательности простейших инструкций. Набор этих инструкций и их семантика определяют архитектуру процессора. В общем-то, архитектуры на данный момент в мире есть множество, и некоторые из них прижились в разных областях. Например, в процессоре Intel 8.6 часто можно встретить в персональных компьютерах или серверах, а энергоэффективный арм в мобильных системах. Помимо таких простых характеристик и естественных, таких как производительность, энергоэффективность, также очень важно, чтобы архитектура обладала большим количеством уже доступного программного обеспечения. Потому что даже во всем хороший процессор никто не будет использовать, если под него не написано базовых программ. В данный момент в мире активно набирает обороты новая архитектура, которая называется Risk P5. В отличие от всех остальных архитектур, она предложила каждому возможность сделать свой собственный процессор на этой архитектуре, который можно было бы использовать где угодно, и при этом не платить никаких лицензионных отчислений. Естественно, к этому процессору потребовалось определенное... Для того, чтобы этот процессор начал использоваться, сообщество же быстро сделало базовые компоненты, необходимые для работы с данной архитектурой. Это ядро Linux, компилятор GCC, рантаймы разных языков программирования, таких как Camel, Go и так далее. Самое интересное, что Java не среди этих языков программирования. Как же так вышло? Дело в том, что самая распространенная реализация Java, OpenJDK, также является очень оптимизированной для исполнения на конкретном процессоре. Для того, чтобы перевести Java на новый процессор, требуется как минимум сделать интерпретатор, который написан практически на языке ассемблера, и перенести также два JIT-компилятора, каждый из них, который отличается разными свойствами, такими как скорость работы и качество генерированного кода. Из-за такой сложной структуры проекта OpenJDK человеку с улицы, который не знаком с разработкой конкретной этого проекта, очень сложно это сделать. Поэтому до сих пор эта область осталась не исследованной в полной мере. В Azure мы сделали несколько портов OpenJDK и считаем, что эта задача, во-первых, достаточно сложная, что естественная, но еще на самом деле очень интересная, потому что при выполнении ее очень хорошо становится понятно, как работает Java-виртуальная машина, какие вообще принципы построения виртуальных машин, и как это все соотносится с работой Java-программ в реальной среде. Поэтому мы предлагаем проект, который бы и своей целью и ставил бы создание поддержки RISC-V в Java. Естественно, мы оцениваем сложность проекта как высокую, и поэтому мы будем устанавливать какие-то вехи в развитии, то есть, например, создание супернеоптимизированного порта в начале, потом портирование интерпретатора, затем переход к простому widget-компилятору и так далее. В общем-то, из-за того, что проект достаточно специфический, мы не требуем от участников каких-то особых знаний, кроме как умения программировать на языке C и C++. Но очень важно, чтобы участник имел желание учиться чему-то новому, разбираться в ходе, изучать новые алгоритмы, но также было очень важно, чтобы участник также обладал некоторой долей терпения, потому что многие задачи в этом проекте без терпения не решаются. Что же мы ожидаем? Что в итоге по выполнению проекта у нас будет какая-то версия порта OpenJDK на RISC-V, при этом степень ее оптимизации может варьироваться. Также мы ожидаем, что участник по выполнению проекта отлично поймет систему команд RISC и вообще модель программирования RISC-процессоров. Также ему будет понятна модель памяти, которую предоставляют различные языки, такие как Java C++, что, безусловно, пригодится в дальнейшей профессиональной жизни при программировании любого многопоточного приложения. Также мы ожидаем, что участник хорошо разберется с моделью работы Java-программы и как Java-платформа этой программе помогает в процессе. То есть, например, как работает сборщик мусора, как работают JIT-компиляторы и как все это вместе собирается вместе. Естественно, это все появится практически автоматически. Если вы сделаете этот проект, то остаться без этих знаний вы не сможете. В качестве пол-процесса мы предлагаем еженедельную встречу в офисе у нас, а также безлимитное общение в онлайне. Тут ровно столько, насколько у вас хватит терпения задавать вопросы. Пишите. Спасибо. Спасибо.